Особливый танец под обрадовую песню за тым целый километр. Пешу и стольки жвакул везки. Стародавний обрат в аджене Сулы после долгого забыття знову почали проводить. По традиции святочная шесть идёт на другий день после Велика Дня и долучаются до его усежихары везки. Мы идём из везки Ходичева и заводим уже там Кривого ТНК. Нехай там у нас мало людей, нехай там три девочки, но мы делаем так, как делали наши прадки. Потому что в любой справе должен быть сенс. Я лечу, что это нужно обновлять, это нужно не поддерживать. Каждый год обратно отремливая у местных жахаров усю большую популярность. Для сравнения, в минулом ходе до шестя долучилось и несколько сотен человек. В этом уже больше за полтысячи сародактивных удельников наученцы местной школы. В 90-х годах, в минулых 100 годах, они начали заниматься краезнауством. Именно в это дякуючи настауникам, обратно и отрымал другое життё. Когда мы начали в 90-х годах заниматься вот этой работой краеведческой, историкой краеведческой, у нас одна учительница, Герасенко Мария Александровна, которая непосредственно занималась этим вопросом, она придумала лозунг. Прежде чем поздать Америку, познай свою малую родину. Дети интересуются, детям нравится эта работа. И они отлично участвуют. Мы их не заставляем силой. Наоборот, они сами желают. Пунктом прибытия стала миновита школа. Подорожников сустрели великодными яйками и куличами. Тут же для их пройшел святочный концерт. Убачить всё это на свои очи и зафиксовать. Сюда проехали историки из Гомеля. По их мерковании, при адраджиме старода у них традиции, галоная – это наявность рода удельников, как старожила в вёске, так и молодого поколения. На углу навукуцы доследовали Амалю Сюгомельщину. И в разных ее районах зафиксовали подобный абрат. Есть даже фотосдымок 1960 года из вёске Марковича, где видать, что женщины ещё вводят в Сулу. У Марковича всё доброе, потому что некоторые вёски, мы, на жаль, фиксуем, есть носьбитые традиции, а нема пероемников. Тут активизовалась школа с детками, молодцы, самые разные взрослые. И им пожадать, конечно, более працевать с самими бабулями, женщинами, информаторами. Один из аналогов марковичского абраду – это ветковский абрад под названием «Пахавание стралы». Дарайчу, у некоторых словников сула перакладается минавито, як страла. Однако, калі ветковская традиція уваходзіць ў спіс гестурэка культурна іспадшіна Беларусі, то марковицкая пакульне. І гэта бадай адну з галоных жаданнів старожилов гэтай вёскі, якое маладое пакаління Махчыма допаможе іму васобіць ўже ў наступным годзі. Ганна Кавалёва, Валера Яхапанько, Телерадо, компания «Гомель».